Просматривая конструкции простых семисторных регуляторов мощности, можно заметить одно сходство. Все они выполнены с использованием дискретных компонентов, а конденсатор, состоящий в RCCP, используется на напряжении 400-600 В. Таким образом, взята обычная схема семисторного регулятора, а плата к ней разработана с учётом использования компонентов поверхностного монтажа, что даёт возможность сделать устройство очень маленьким и удобным. Керамический конденсатор в составе RCCP, типа размера 1206. Наибольшее напряжение 50 В. Учитывая напряжение пробоя денистера примерно 32 В, имеем небольшой запас. Так что лучше при возможности использовать конденсатор большего типа размера на большее напряжение. Семистор здесь средней мощности, можно ставить БТ-136-137 с током 8 А. Новая версия платы переработана и улучшена. Диоды WD5WD6 – это обычные силовые выпрямительные диоды в корпусе DO213AB. Их установка вместе с резистором R4 не обязательно, но желательно, так как даёт плавное регулирование без скачков при низкой выходной мощности. Промоделировав работу схемы в симуляторе, можно увидеть, каким образом осуществляется регулировка. По сути, фазовая регулировка очень похожа на ШИМ, за исключением того, что она привязана во времени. Иначе бы синусоида нарезалась на неравные части. При управлении симистором микроконтроллером может понадобиться схема детектора нуля, которая была рассмотрена ранее. Если раньше сделать корпус было целой проблемой, то с распространением трёхмерной печати пластиком создать его теперь очень просто. И после печати получилась аккуратненькая коробочка. Внизу предусмотрены отверстия для лучшего отведения тепла. Толщина стенок до 2 мм. Плата здесь вставляется в выступы и прижимается пластинкой алюминия, который используется как теплоотвод. Так что немного термопасты или термопроводящего клея не будет лишним. Всё устройство получилось не таким миниатюрным, как хотелось, а всё из-за большого резистора. Лучше бы его, конечно, заменить на резистор другого типа и разместить сбоку от платы. Нужно не забыть последовательно с резистором переменного сопротивления включить постоянный резистор на несколько килоум, чтобы при крайнем положении вала не было слишком маленького сопротивления. Соединяю с главной платой переменный резистор 500 килоум. При этом постоянный нужно защитить термоусадкой. Почти всё готово. Не помешает также дополнительно изолировать корпус клейкой лентой. Собирается вроде неплохо, но нужно ещё вывести провода. Таким образом, этот регулятор удобно включать в разрыв кабеля, заводя его внутрь и разрывая только один провод. На стадии разработки модели были намечены места для отверстий. Остаётся найти в этой горсти сколь-либо подходящие винтики. А далее они просто были просверлены. Крепление получилось нормальным, но лучше ещё сделать в одном месте дополнительное. Так как провода массивные и немного выпирает. И крутилка отлично встала на своё место. А теперь время испытаний. Нагрузкой выступает мощная 200-ваттная лампа накаливания. При этом пока что всё подключено крокодилами. Работает. И очень хорошо регулируется плавно во всём диапазоне. И также ещё одна нагрузка. Двигатель и нагревательная спираль фена. Интересно посмотреть, как изменяется форма сигнала. Для этого я подключил осциллограф через делитель. В общем-то всё как в симуляторе. Жанец второго канала для большей наглядности. BT-137S стоит примерно 10 центов за штуку. При покупке от 10. Денис ТРДБ-3 стоит примерно 1 цент за штуку. Но вот в корпусе для поверхностного монтажа найти его здесь не удалось. Но он существует. Диоды 1N4007 можно найти на платах люминесцентных ламп. Стоимость же на Алиэкспресс 1 доллар за 100 штук.